20 января. Для всех нас, кто родился и вырос в этом городе, кто восстанавливал его в послевоенные годы, кто сейчас вкладывает свой труд в его развитие и процветание, дата особая. День победного штурма Тильзита стал одной из выдающихся век великой победы, освободившей мир от фашизма. А для жителей Калининградской области он стал еще и точкой, с которой начинается отчет истории нашей малой Родины. 77 лет назад, в ночь с 19 на 20 января, советские войска в ходе ожесточенного и кровопролитного штурма овладели Тильзитом, главной цитаделью гитлеровской Германии на Востоке. Дорогие ветераны! Уважаемые гости! В этот памятный день с приветственным словом к вам обращаются начальник управления по культуре и спорту молодежной политики Аркадий Константинович Данилов, председатель Совета ветеранов Советского городского округа Василий Яковлевич Шелученков, а также ветеран вооруженных сил Владимир Дмитриевич Забавин. Поприветствуем их! Уважаемые друзья! Прежде чем началась Восточно-Прусская операция, необходимо было провести разведку. Всего на территорию Восточно-Прусской операции было 130 запущенных разведгрупп. К сожалению, из всех этих групп только две группы, которые смогли дожить до победы. Особое значение имело разведданные о движении в районе Тильзита, в районе Инстенбурга и Кёликсберга. Особо отличилась группа Джек. В этой группе находились 11 человек, среди них был 15-летний подросток Геннадий Юшкевич. И он один из... с этой группы, их осталось всего три человека. Это Наполеон Радиевский, Иван Целиков и Геннадий Юшкевич. И они рассказывали о тех событиях. Значит, я встречался с Юшкевичем. Он после войны служил в органах внутренних дел. Неоднократно приезжал сюда, в Калининградскую область, выступал курсантами школы милиции. И также рассказывал, как это все было. Это страшные события, которые подвесли, собственно говоря, все человечество. Война – это всегда горе, беда, несчастье. Говоря о штурме Тильзита, стоит отметить, что в октябре 1944 года английская авиация, зная, что эта территория отойдет к Советскому Союзу, нанесла сокрушительный бомбовый удар по Тильзиту. Все улицы в районе – это Дойштрассе, это ныне улица Гагарина. И остальные, вплоть до Немана, были стертые с лица земли. Местное население, начиная с 1944 года, панически бежало отсюда. И здесь оставались практически только войска, в том числе войска СС. Это самые войска, которые самые бесчеловечные, можно так сказать. И подробнее, конечно, о штурме Тильзита расскажет наш товарищ ветеран. Я не буду на этом останавливаться. Значит, спасибо за внимание. Ну, я в промежутке между историей скажу немножечко другое. Здесь много молодых ребят. Война – это, конечно, всегда страшно, но порой это неизбежно. Что такое война? Война – это когда кто-то не согласен с вашими ценностями. И что такое война? Война – это война, которая может от своей ценности отстоять. Мировая война была такой же, особенно война против Советского Союза, когда одна система начала бороться с другой системой. И когда наши ценности, наши деды отстоять смогли. Доказать своему миру, что мы построены больше не на финансовых, не национальных конфликтах особенно, на что рассчитывали немецкие оккупанты, а мы построены на очень сильной связующей идеологии тогда коммунистического Советского Союза. И этого внимания не было взято, потому что когда разрабатывался план Багароса, одно из важных факторов считалось, что межнациональные конфликты, СССР был многонациональным государством, многоконфессиональным государством, они разорвут изнутри нашу страну. Не произошло. Кстати, хочу вам всем порекомендовать, вот молодым ребятам, если вы хотите почитать книги о войне, я уверен, что никто не читал. Я знаю, что сегодня молодежь интересует и другими вещами, но, наверное, если вдруг вы захотите, я бы вам рекомендовал начать с книги «Волковармское шоссе». Вот это очень хорошая книга по войну. Это книга человека, который описывает ее изнутри, она без какого-либо пафоса, без какой-либо идеологии. Это просто книга, рассказывающая, что такое война и какой войне, ради чего она нам нравится. Ну, а закончить хочу словами, удивительно, цитаты из американского фильма. У нас было очень много хороших фильмов, снято по войну в Советском Союзе. Сейчас, я как фильм, занимающийся кином, могу сказать, что сейчас хорошие фильмы по войне не снимаются, а снимаются плохие фильмы. Именно плохие фильмы, которые не рекомендую смотреть. А-а-а, потому что они как раз чужды идеологии русского человека, ну, и советского, скажем так. Так вот, американцы, они умеют хорошо преподнести мысль, ключевую и основную. Вот там есть такой фильм «Запа женщины». Тоже рекомендую посмотреть, кто не смотрел. Там снимается Аль Пачин, прекрасный актер. Он играет полковника в отставке, который прошел какие-то там войны. И вот он говорит, что я на войне много видел людей с оторванными руками, с ампутированными ногами. Но нет страшнее человека с ампутированной душой. Вот я хочу вам, чтобы вы, как молодые, именно хранили себе душу и давали ее ампутировать. Возвращайте к началу свой текст, выступление. Война для этого и нужна, да? Чтобы одни хотят вас ампутировать душу, а другие говорят, что нет, мы ее будем отставить. Не дай бог никому с этим столкнуться, но воспитывать себя мужчинами, воспитывать себя защитниками, а самое главное, воспитывать себя людьми, любящими свою Родину, это просто крайне необходимо сегодня и всегда. Поэтому желаю вам успеха. А сейчас давайте послушаем, как проходил штурм Тильзида. Спасибо вам Владимиру Владимировичу Забавину. Вам к карте, наверное, подойти лучше. Дорогие товарищи, молодые друзья, я по своему возрасту отношусь к детям войны. Началась война, знаете, в 41-м году. Я окончил три класса, перешел в четвертый класс. Затем началась трудовая жизнь в колхозе. Пришлось выполнять все работы. Была война. Необходимо было хорошо кормить нашу армию, чтобы она хорошо била врагов, фашистов. Поэтому мне пришлось работать. Затем был призван в армию, служил 26 лет. Как я служил, я думаю, видно по моим медзонаградам. После службы был в Совете ветеранов. С 2001 года начал там работать уже. В то время участников войны было много. И мы из Совета ветеранов поздравляли участников войны с днем рождения. Носили подарки, угощали конфетами. Одним словом, работа проводила постоянно и всегда. Затем я начал заниматься штурмом Тильзита. Изучать штурм Тильзита. Вот такую вот сделала схема. Эта схема показывает, в каких направлениях, кто был, брал этот наш город Тильзит. Чем ценны этот материал и схема? Здесь указано, какие армия наступала, откуда. Какая дивизия. Какой полк. Командиры полков. Командиры батальонов. И вплоть до рядового солдата. Потому что брали штурмом. И дивизия. Дивизия это подразделение. А брал штурмом солдат, сержант. И в этих материалах очень много именно фамилий рядовых сержантов. Ну, можем приводить примеры. Примеры. Фашисты думали, что основное наступление будет с севера, через реку Небан. Но наши войска, конкретно 263-я девчевашская дивизия, пришла Небан в районе Юрбарка и наступала через город Небан на Тильзит. Здесь было... Небан тоже очень сильно укрепили. Вот улица Шевченко. Здесь мостик через озеро. Он был взорван. Очень большие были потери. И необходимо было вызвать пополнение, чтобы продолжать наступление. Отправили сержанта в штаб, чтобы доложил, что необходимо пополнение, что дальнейшее продвижение в центр города. Когда выбор пал на Кузбетова, сержанта Кузбетова, ему дали лошадь, он верхом гнался в штаб. Но по дороге здесь остались добиты и добиты группы немцев. Они обстреляли, убили коня под Кузбетовым. Кузбетовым бегом. Вернее, сначала он приготовился к бою, лег за труп лошади и готовился к бою. Но немцы подумали, что убили и Кузбетова, и солдата, и сбежали. Он прибыл в штаб, доложил обстановку. Пополнение было выделено, и наступление продолжалось. И таких примеров очень много. Этот факт был зафиксирован в книге Исаака Яковлевича Рутмана на странице 38 первого издания. Этот факт расписан там. Дальше весь материал здесь подготовлен был полковником Колесниковым. Его сейчас с нами нет, но материал очень хороший, большой. Все тут, если рассказать, кто как воевал здесь, это где-то на этот час. Я с этим материалом впервые выступал еще к 65-й годовщине штурма Тильзита. Это было 12 лет назад. У нас здесь был кинотехникум, школа Интерват, Интерват. Я выступал там, с этим материалом. И эта схема сделана на 65-й годовщину штурма Тильзита. Впоследствии таких схем у нас заготовлено для каждой школы. В последний раз я выступал в школе номер 8 в 19-м году на уроке в старшем классе. И оставил такую схему, оставил материал. Так что в городе, о штурме Тильзита, есть где почитать, где рассказать. Ну, сейчас у нас коллектив самородных концертов, я понял. Так что благодарю за внимание. Большое спасибо, Владимир Дмитриевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Тильзит был одним из первых городов, которым Красной Армии удалось овладеть спустя неделю после начала восточно-прусской наступательной операции. Так что же представляла себя Тильзит в последние дни перед штурмом? Тильзит уже несколько месяцев был фронтовым городом. Мост королевы Луизы взорван. Все дома превращены в казармы. А улицы готовились к сражению. Все оставшиеся жильцы домов на Дойче-штрассе были расселены на другие улицы. Перед зданием ратуши на улицах, спускающихся к Неману, были вырыты траншеи. На окраинах воздвигнуты баррикады. На верхних этажах домов устроены амбразуры. Немцы готовились к серьезной войне за каждый дом, за каждый этаж. Восточно-прусская наступательная операция началась 13 января 1945 года. А 15 января 1945 года 54-й стрелковый корпус получил приказ наступать. И вместе с соединениями 39-й армии овладеть сначала Рогнитом, а затем и Тильзитом. За Рогнит пришлось драться почти двое суток, выбив последних немцев лишь ближе к ночи 19 января. Видя, как противник спешно уходит по шоссе на запад, советские военачальники решили ворваться в Тильзит на плечах отступающих. Около 19.30 к восточной окраине Тильзита вплотную приблизилась 263-я Сивашская стрелковая дивизия. Через полтора часа ее передовой батальон достиг центра города. Вскоре с севера на помощь пришли перешедшие Неман по льду части 115-й Холмской стрелковой дивизии. Ночью наступавшие советские войска ворвались на железнодорожную станцию. Немцы начали сдаваться большими группами. К рассвету 20 января Тильзит был окончательно взят советскими войсками. Давайте же посмотрим кинохронику военных лет «Штурм города Тильзита» 1945 года. На протяжении многих лет я стараюсь вести тему в своих книгах, я стараюсь вести тему, которая в переворочении посвящена героическому подвигу нашего народа Великой Отечественной войне. Не обошла стороной и тема о штурме Тильзита. Здесь вот прозвучали очень интересные такие факты, которые для молодого нашего поколения совершенно возможно были и ясны и непонятны. Но очень здорово прозвучала эта тема, как это все досталось в свое время штурмующим батальонам, которые хотели взять город Тильзита. Есть у меня стихотворение, которое я посвятил этой теме. «Штурм Тильзита» Без бинокля видно близко Неоптический обман Над Тильзитом Низко-низко Облака Густой туман Бог войны Танкист и лодчик На войне, как на войне Пехотинец-пулеметчик В общем деле На ровне Завершить войну Мечталось Всякий раз Изборен бой Тем бойцам Сполна досталась Тяжесть Доли Штурмовой В стратегическом значении Даже к черту на рога Подавить сопротивление Ненавистного врага Каждый дом Подвал и угол Огрызался Слал свинец Без прекрас Тильзитом Тильзитом Туго Овладели Наконец Много раненых Убитых Санитаром Горький счет Хоть повержен Флаг Тильзита Не конец Смертья И еще Впереди Бои И беды Все Все 109 дней Ночей Будет Славный день Победы Будет Суд Для палащей Здесь шумят Деревья Кроны О сражении Давних Лет В день Победы К пантеону Нас Ведет Небесный Свет К тем Солдатам Жизнь Отдавшим Чтоб закончилась Война Мы Почтить Приходим Павших Шторм Тильзита Имена Связь Времен С такой Меркой Жить Нам Верить И любить И горит Огонь Бессмертия Память Не Похоронить Одно Стихотворение Тильзита И еще Мой Отец Он Был Штормовал Тоже был В одном из штурмовых батальонов Штормовал Тильзит А после Через два с половиной месяца И бросили на Кюнигсберг Вот И эта тема Меня беспокоила Многие годы Когда мне было Не было еще 14 лет Отец Так Бегло Особо не рассказывал Говорил Ох В Тильзите Были И бои Он тоже И белые ранения И осколки Все Вот За Тильзит Были страшные бои И вот Вкратце Я у него Спрашивал Тогда А Кюнигсберг Вот И Кюнигсберг Я тоже За Кюнигсберг Тоже были страшные бои Так вот Эти темы У меня В одной из моих книг Тоже самое Озвучены Я постарался Эти темы Обязательно Повесить В одной Из своих Книг Тема Вещий сон Вот как раз Она и касается Штурма Тильзита Иду По парку В Большой Лице Листва Аллею Нежно Украшает Я Ничего не знаю Об отце Прости Отец Немногое Я знаю Мы с ним Однажды Встретились Во сне На улице Разбитого Тильзита Рассказывал Отец Мне О войне О боевых Товарищах Убитых О штурме В ночь До самого Утра Январьской Неуютною Порою Я слышалась Стократная Ура Каждый Стал Страшный Час Героя И вот Тильзит Поверженный У ног От сапоги Отцовы В вязкой Глине Он Он Сказал Увидимся Сынок Коль Раньше До побег Не загину Я думать О потере Не хочу Чтобы семью Настигла Похоронка За здравие Живых Зажгу Свечу И Помогнусь Всевышнему Сторонке Еще Немало Кровушки Пролить До логово Фашистского Придется Через года Тяну я Память Нить В тревожном сне Та встреча Остается Листвой Листвой Шершавой Шорохи Слышны Сегодня Им Я всей Душой Внимаю Еще За сон Мы Свидеться Должны Ведь Вещи Сон Сбываются Я знаю Победный Май На главный Праздник Свой Он Выпьет Водки И Волнуясь Скажет Я Фронтовик Пока Еще Живой И Молча По щеке Слезу Размажет Шушит Весла Воду Октябрю Здесь Осенью Жизни С грустью Повстречаю Хоть Мысленно С отцом Я говорю Но Ищего О нем Почти Не знаю Спасибо Спасибо Большое Готово Память О боях За Восточную Пруссию Снято Множество Фильмов И написано Много Книг Но Только Те Кто Выжил В страшные Военные Годы Может Поистине Понять Правду О войне Понять Ту Невосполнимую Цену Победы Своими Воспоминаниями О своих Родителях Маме И папе Поделится Любовь Леонидовна Спасская Здравствуйте Здравствуйте Дорогие земляки Мои родители Были Участниками Штурма Тильзита В составе 319 Стрелковой Дивизии Но Медсамбате Папа Был Военным Хирургом Мама Военной Медсестрой Прошли Они Всю Войну И тут В Тильзите Тильзит Был Очень Укреплен Немцами И Велись Бои За каждый Дом И вот Родители Вспоминали Что у них Медсамбате Который Расположился Между Сейчас На улице Гагарина Между Фабрикой И Музеем Посвященным Домику Александра Где Восвящен Тильзит Миру Вот там Находились Как раз Этот Медсамбат И попал Один Раненый Боец Который Рассказывал Что при штурме Он был Артиллеристом Не могли Пробиться На эту улицу И вот Дойче Как она Церковь Называла Кирха Немецкая Кирха Там Шли В районе Этой Кирхи Ожесточенные Бои Ну и Было Приказано Открыть Артиллеристский Огонь По этой Церквушке И когда Бойцы Туда Вошли То увидели Такую Картину Убитых 17-летних 20-летних Молоденьких Девчон В эсэсовской Форме Так что Немцы Не брезговали Пустить В ход Даже Женский Батальон Эсэс Об этом Событии Я потом Написала Стихотворение Воспоминание Участника Шторма Тильзита В Тильзите Шли ночью Январской Бои Мы Возле Церквушки Застряли И Гибли Друзья Друг за Другом Моим Из окон Прицельно Стреляли Хоть Жаль Красоту Эту Было Губить Солдатские Жизни Дороже Из Пушек По стенам Приказано Бить Никто Уцелеть Там Не Сможет В Разваленных Я Обнаружил Тела Из Натюрморт Вышел Жуткий Совсем Идать Плохи У фрицев Дела За Женские Прятались Юбки Вернее За Черную Форму Эсэс Что Для Устрашения Шито Она Предавала Владелецам Вес Но Так И Не Стала Защитой Молоденьким Немкам Промыли Мозги И Лживый Листок Пропаганды Увлек В Эпицентр Пулеметной Пурги Призвав Убивать По Команде Не Гнев Ощущая Скорее Кураж Я Немцам Кричал Среди Ночи Не Справились Дамы Тильзит Будет Наш И Гитлер Расстроится Очень Его мы В Берлине Возьмем В оборот Пришло Наконец Наше Время И Движется Армия Только Вперед И Каждый Солдат Словно Кремень Под Они Они Работали Мед Служили Вернее Шли За Передовой И Раненых Бойцов Привозили К ним И Много Очень По статистике Очень много Погибло Медиков В этой Войне И Вот Фронтовым Медсестрам И своей Маме Я посвятила Такое Светворение Немецкий Город Кенгсберг Горел Оборонялся И Родил Свинцом Попала Третья Рота Под Острел Сестра Спасала Раненых Бойцов Пришлось Из-под Огня Ей Выносить Тяжелых Покалеченных Ребят Накладывать Повядки Боль Гасить В награду Видя Благодарный Взгляд Хоть Трудностей Войны Не Перечесть По силам Испытания Дано Кому-то Выжить Помогает Медь Сестричке Сострадание Одно У девушки Печальное Лицо Закончится Либоиня Наконец В мечтах Дарил Любимый Ей Кольцо И Вел В красивом Платье Под венет Май Сорок Пятого Пора Удачи Он Наконец Победу Мир Принес А Медсестру Впервые Помнил Врач Целую В щеки Мокрый От слез Тот Майский День Счастливым Был Для всех Его Пришлось Народу Долго Ждать Звучали Песни Выстрелы И смех И они Они Всегда Вспоминали Этот День День Победы И штурм Тильзита Их Приглашали На встречи Со Школьниками С Молодежью Теперь Об этом Рассказываю И пишу Стихи Я И выступаю Перед вами А сейчас Эту микрофон Приглашаю Члены Союза Писателей России Еще Нашего Замечательного Поэта Людмилы Александровны Эльзу Она тоже Несколько Слов Расскажет О своих Родителях Здравствуйте Ребята Мы наверное Со многими Из вас Виделись В юношеской Библиотеке Приятно Еще раз Увидеть Здравствуйте Все остальные Участники Этой Интересной Встречи Ну Я Тоже Из семьи Ветеранов Мои родители Семиколенов Александр Николаевич И мама Лебедева Татьяна Андреевна Папу Призвали Как Я не знаю По сталинскому набору В 18-м году Из мукомольного Техникума Его Отправили Учиться В военное Училище Авиационно-техническое А затем Он распределился В 39-м году В Тарту И там Прошел Финскую компанию И начал Отечественную войну Ну Соответственно Отступали Наступали Аэродромы Он был Техническим составом Но их бомбили Несчетно Он был Дважды Контужен И Дошел До Берлина А Мама Из Калининской Области Получилось так Что незадолго до войны Она была Сирота С тетей Переехали Они в другую Деревню А эту деревню Фашисты Сожгли 78 Жителей Так что Она чисто случайно Осталась жива И она Примкнула Ей было уже Наверное Лет 17 Она примкнула К войскам И дошла Со вторым эшелоном Банна На прачечном отряде Это жуткая была работа Когда они Кипятком ошпаривали Вот это Исподнее белье И ножами Скоблили в шее Она редко говорила Об этом Потому что Слишком было тяжело И в Польше Она примкнула Ну как-то так получилось После воспаления легких Батальем Аэродромного обслуживания И вот они с отцом Там познакомились Поженились После дня победы И мы с братом Там родились Я считаю Что мы дети победы Мы оба Урожденные Берлина А я родилась Вообще-то В западной зоне Перед самым Организацией Когда была ГДР Организована Вот Такое предместие Берлина Бух Вот такая история У нас семейная А сейчас я хотела Прочитать Несколько стихов Вы знаете У нас как-то Несколько лет назад Проходило мероприятие В Титце Где Школьники Писали Адресные письма Ветеранам Это был класс Из десятого лицея Татьяны Николаевны Гошевой А значит Приглашались ветераны И вручались им Эти адресные письма Это было Настолько Трогательно И у меня Написалось такое Стихотворение Полевая почта Что сказать О почте полевой На войне Она незаменима Если почтальон Проходит мимо С полной С полной Треугольников С умой Что случилось Как дела В семье И жива ли жена И живы ли дети Завтра в бой Тревожат Мысли эти Отдых Тоже нужен На войне А боец Не спит Письмо домой Он строчит Дрожащую рукою Полевая почта Что такое Под обстрелом Летом и зимой Почтальон Несет Свой ценный Груз Треугольник Белый Без сомнений Связь Времен Со связью Поколений До сих пор В нем Радость Боль И грусть Так же ждали Весточку в тылу Получить Страши Или с похоронку Почтальон Ходил по тонкой кромке Чтоб смягчить Людских страданий Глубь Чтобы поддержать Суметь помочь От души Порадоваться Вместе Разные Бывались В фронтовести Иногда Бежать Хотелось Прочь Полевая почта На войне И в тылу Играла Роль большую Потому О ней Сказать спешуя Чтоб Остать ей Почести Вдвойне Есть стихотворение Ну Нам повезло Как-то Все-таки Офицерская среда Наверное Были фотоаппараты И у нас Много Сохранилось Военных Фотографий И даже Послевоенных И вот Как-то Перебирая Фотографии Я нашла У меня Папа был Очень красивый Молодой Кучерявый Вот Я Увидев Эту Фотографию Написалась Такое Стихотворение Лейтенант С волнистым Чубом На петлицах Кубари Этот снимок Помнить Буду До войны Снимались Люди Счастье Что ни Говорит Столько Жизни В светлых Лицах В форме Новенькой Друзья А беда Уже Стучится Черным Воронам Примчится Враг На мирные Поля Города Падут В руинах Жертв Несчетное Число Танки Самолеты Мины Чтоб Фашистов Видеть Спины Столько Лет Войной Сожгло Вот Мы Четверо На снимке Папа Мама Я И брат Сыщики Смахну Слезинку Память Вовсе Не поминки Много Года Стрелой Летят Открываю Реже Реже Я Заветный Тот Альбом Жизнь Свои Дают Надежды Дети Внуки Ветром Свежим Заполняют Очи Дом Еще одно Стихотворение Посвященное России Тоже связанное С войной Война Хищным Зверям Кровавым И злобным Терзала Россию И жизни Людские Швыряла Водробу И хвасталась Силой И властью Своей Убивалась Безмеры Ножи Быть так Не должно Народы России С великой Верой Сломить Невозможно Сумели Сплотиться И вырвать Победу Отечества Ради И память Жива Об отцах Наших Дедах Не меркнут Награды Но мир Неспокоен И войны Не дремлют Кровавым Ответом И кровью Людской Поливаются Земли Устала Планета А движет Всем этим Безумная Алчность Чужих Капиталов Но образ России Всегда Однозначно Сокрыт Абсолют В память о героях Великой Отечественной Войны Участниках Восточно-Прусской Наступательной Операции И штурма Тильзита Для вас Дорогие друзья Поет Александр Вахтин Очень ответственная Волнующая тема Моей мамой Самый старший брат Лазовой Константин Николаевич Участник Третьего Говоросского фронта Кстати Участник Штурма Книгсберг Он ушел Рано из жизни В 50-м году Но участник Штурма Тильзита Может быть Участник Штурма Тильзита Я не знаю Но участник Штурма Книгсберг Это точно Медаль Марк Бернинс Далекий кран Товарищу летает Родные ветры След за ним летят Любимый город Синий дым Китая Знакомый дом Зеленый сад И нежный взгляд Любимый город Синий дым Китая Знакомый дом Зеленый сад И нежный взгляд Пройдет, товарищ, все бои и войны Не зная сна, не зная тишины Любимый город может спать спокойно И видеть сны, и зеленеть среди весны Любимый город может спать спокойно И видеть сны, и зеленеть среди весны Когда ж домой товарищ мой вернется За ним родные ветры прилетят Любимый город другу улыбнется Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд Любимый город другу улыбнется Знакомый дом, зеленый сад, веселый взгляд Аплодисменты 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 Последуюсь исполнить авторскую песню Очень находящую стихотворение Аплодисменты В помятой солдатской кружке Свежа, холодна водица И помнит кружечка лица Дымами нет волосница Привал на лесной опушке Усталые держат руки Лопату или винтовку Забыли ноги обновку И конь потерял подковку Весь мир ошален от муки Колючий ворот шинели А копоржа в воеднище Распутится танк в грязище И пуля не ждет, не ищет Уснуть бы в белой постели Не выхлебать в воду речек Блевно не удержит тело А сердце так жить хотело Но только сказать не смело А взрывы, как сотни свечек Заблакать бойцом не стыдно Когда вдоль дороги летит Убитые на рассвете Которые ищут на свете От бешенства дня не видно Бинтов кровавые пенки Слазливая спирта горечь Мразь, ненавитая сволочь Из леса стреляет полночь Стеклом осыпан стенки Я пью из дедовой крошки Малина стучится в окна Пустыне лето полотно И пчелки летают плотно И запах сосновой стружки Пустыне лето полотно И пчелки летают плотно И запах сосновой стружки АПЛОДИСМЕНТЫ